Добро пожаловать на мой канал Oleg Times. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обещаю, со мной не соскучишься. Поехали. Ой, чуть не упал. Всем доброе утро. Мы остановились в горе Риле, которая находится порядка, ну, 3, наверное, часа нужно ехать на север от Торонто. Потрясающее городишко. Мы остановились в классном отеле. Это называется Чемплеен. Чемплеен это такой... Был такой мужчина, который в 17 веке открыл вот эти все эти места. Он французом был, он сюда приехал. И сегодня мы прогуляемся по этому великолепному городишку, и то, что я смогу вам показать, я обязательно вам покажу. Поехали. Скорая проехала, просто сейчас звенела. Кстати, отель построен в 1920 году. Старое здание. Все свистит еще. Старое здание. Потрясающе обделали они его внутри. Потрясающе. Вот. Сразу видно, что старое, но вот эта пристройка, это вот здесь сделали специально элевейтор, лифт. Классная гостиница. Очень понравилась, очень классная. Но маленькие такие номера. Вот эти поднимающиеся окна, как они поднимались в 18 веке, но очень комфортабельно. И потрясающий запад. Вот это местная достопримечательность Арилии. Вот такие кресла стоят везде. И здесь каждый художник, любой художник местный, может подойти и разрисовать, как он это хочет. Но они не мягкие. Они жесткие. Но они классные. Арилия вообще, это порт. Вы сейчас видите, то, что осталось от старого маяка, сейчас это оставили и сделали такой бар, спатио, ресторан. Я не хочу повторять уже 20-й дубль. Дело в том, что, ребята, я потрясающий актер, но я не помню ни черта текста. Окей, поэтому извините меня. Значит, давайте зайдем вот сюда. Вот написано четко. Арилия. Дата основания 1867 год. Это как раз тогда, когда основалась Канада. Если мы подойдем к карте, то мы видим, что вот это вот как раз на этом озере находится этот прекрасный городишко. Итак, начинаем. Побережье сразу двух озер. Кучичинг, это индейское название, и Симка. Назван в честь офицера английского военно-морского флота. Как я уже сказал, основан в 1867 году. В 1930 году город, в городе впервые построено ГЭС на американском континенте. Но местного значения. Местного значения. Население 32 тысячи человек. Но я, ребята, опупел. Значит, самая крупная здесь находится казино Рама. Она очень много дает рабочих мест. Развита промышленность. Промышленность. CCA, Thermal Technology, электронагреватели делаются по всему миру. Я посмотрел карту, начиная, ну, по всему миру подразделениям. И еще промышленное оборудование здесь делают для горнодобывающей промышленности. Для, ну, в общем, огромных промышленных предприятий. Вот такой маленький городишко. Значит так, в окрестностях я пропущу сельское хозяйство. Что мне понравилось? Здесь потрясающе делают пиво. И потрясающее вино. Мы, кстати, пробовали вчера. Очень-очень классное. Очень много туристов. Очень много туристов здесь. И, кстати, по поводу туристов. Здесь не нужно бояться по поводу оказания медицинской помощи. Здесь находится потрясающе. Называется Soldiers Memorial Hospital. Который открыли 100 лет назад. Было всего-навсего 70 коек. Сейчас 350 коек. Все подразделения, все медицины. Даже психиатрия, хирургия и родовспоможение. Все-все-все-все-все. В Варилии есть оперный театр. Но мы сделаем обязательно дополнительное видео про этот оперный театр. Значит, здесь специально из коттеджей, вот из этих вот прилегающих озер, приезжает сюда специально в Варилию. Для того, чтобы отовариться в местном магазине. Купить там молоко, хлеб и так далее. И все, и уехать обратно уже. Обратно-обратно на коттеджи. Вот, как вы видите, вот эти яхты, они как раз прибывают оттуда. Останавливаются, в Варилию, шопингуются. Я еще забыл сказать кое-что и получил в пик. Значит, здесь находятся два университета. Два. Lakehead at Georgetown. И образование идет на английском и на французском языке. Четыре факультета в каждом университете. Ребята, у меня просто к вам совет. Возьмите какой-нибудь город, который вы знаете, где население 32 тысячи. Прокрутите еще раз вот то, что я рассказал, что здесь находится. И можно сравнить, насколько это вообще много или мало. Вот такие картины в Варилии здесь на каждом углу. И я вот только сейчас, кстати, увидел, что здесь вот, если внимательно посмотреть, написано Орилия. И фактически прямо вот вся история города. Классно. Это местная пивоварня. Называется Коу-Чи-Чинг. Она только что подтвердила, что Коу-Чи-Чинг – это индейское название. Вино охренеть. Пиво, пиво, пиво просто классное. Ничего классного здесь, я смотрю. Бочка стоит. Вот это стол прям. Это стол. Это тоже здесь, они продают пиво. Это тоже стол. Это маленькие. Здесь можно мороженое купить. Можно всякие шмотки купить. Жутко дорогая мебель. Это, ух ты, 1859 году дом построили. Вот этот с зеленой крышей. Значит, я хочу сказать следующее, что гитара здесь везде. Дело в том, что здесь такой жил Гордон Лайтфуд. Это музыкант 50-60-70-х годов. Ребята, он столько-столько этих наград завоевал, что я даже… Это очень много. О, полицейская машина. Полиция местная. Местные менты. Я обожаю, когда вот так цветы висят вот здесь. Класс. Валдеть. Пламко. Вот это магазин, кстати, поддержанных вещей. Винтедж клобусы. Это старая одежда. Старая одежда. Как вы видите, опять гитара. В честь Дэвида Лайтфуда. Какой Дэвид, блин. Гордон Лайтфуд. Вот, кстати, его фотография здесь есть. Вот его фотография. Кстати, это еще молодой. Он еще молодой здесь. Это очень знаменитый такой кантри. Кантри. Кантри – это, как сказать по-русски? Сельская музыка, наверное, так, наверное, получается. На каждом углу здесь есть потек, где можно сесть. Вот это вот у них местный универсам. Вот это вот. Марипоза Маркет. Здесь можно купить все. Я не говорю кожу, мне это гвозди. Это здесь фермеры привозят сюда помидоры, огурцы, местные продукты. Хлеб здесь пекут. Классно. Общем классно. А вот рубашки. Рубашки всевозможные. Ай, господи, боже мой. Местная мода. Я подумаю, что они поменяют, конечно, все на зимнее. Почему? Потому что сейчас жаркое лето. А когда будет холодно, они здесь повесят все зимнее. Зимние курки. Такие канадские, канадские, а как они называются? Парка. Аласка. Аласка. Вот это магазин для птичек. Это не магазин птичек, это магазин для птичек. Я не представляю. Это, конечно, вот я немножко... Это иметь вот это вот... С утра вот. Так, ну вот это точно кожу мед, как говно и гвозди. Здесь все есть. О, Присела Йелло Хэд, Тоди. А вот, кстати, представительница индейского племени. Так. Это она делает вот такие здесь игрушки. Класс. Обалдеть вообще. Класс. Так. Ох. Окей, ребята, я скажу одно слово. Это называется Путин. Еще раз повторяю, я правильно ставлю ударение. Путин. Путин, канадцы и американцы, они спорят за это блюдо. Это фактически здесь не видно, да? Это картошка. Давайте посмотрим вот здесь в одном месте. Вот здесь вот есть лучше всего. Вот. Это картошка френч фрайс. Это сыр и всякая подлива. Это все вместе. Так вот, Монреаль говорит, что это мы изобрели. Бостон говорит, что это мы изобрели. Я вам заявляю с точностью, что это изобрели канадцы. Окей? Так, ребята, извините, читаю, а то забуду. Итак, вот это и есть Арилия оперный театр. Арилия опера-театр. Это историческое здание. В 1895 году его построили. В 15-м году все сгорело. Так, в 17-м году его построили заново. Итак, консил оф чамберс, зал советов. Ну, короче, такой местный горком партии. Зрительный зал на 905 человек, офисы всех муниципалитетов, библиотека и, что самое главное еще была, местная тюрьма. То есть, вы можете представить, кто-то сидит в камере, и тут же происходит банкет на 900 человек, такой... А он сидит, а... Дайте попить водички. Ну, как его так. Продолжаем движение наше. Вы знаете, меня что поражает, что нравится? Это старые абсолютно здания. Они действительно старые, старые, старые. Но здесь есть один очень интересный джюлери-стор. Это магазин драгоценных изделий. Вот, я сейчас его найду, я в прошлый раз его видел. Потому что здесь везде магазины новые, но очень-очень старые здания. Так. Здесь продаются пластинки, я сделаю отдельное видео обязательно, потому что он меня просто поразил. Так. Так. Здесь мы ели потрясающая кухня, потрясающая кухня. Кстати, шеф-повар из Египта взял очень много призов. Так. Это магазин поддержанных книг. Поддержанных книг, старых книг. Секунд шоу. Это всякие, это все. Так, вот здесь я хочу, пожалуйста, чтобы люди прочитали, что здесь написано «Марипоза Маркет». Маркет – это магазин. Что же такое «Марипоза»? Дело в том, что здесь творил Стифен Ли Кок. Стифен Ли Кок – это фактически, можно сказать, как Маркет Вен. Так вот, он назвал городишко «Марипоза», но он полностью описал «Арелию». То есть, даже те, которые живут в «Арелию», они называют, что это вообще-то «Марипоза». Это «Марипоза». У меня к Советскому Союзу очень много претензий. И основная из претензий – это то, что мне не разрешали слушать музыку ту, которую я хочу слушать. Пожалуй, особенно противно то, что те, которые запрещали, они ее слушали, а дети тех, которые это запрещали, они продавали это на черном рынке, и тебе приходилось переплачивать огромные деньги, чтобы слушать то, что они вот так по-наглому слушают сам. И у меня такие мысли возникают тогда, когда я посещаю вот такие магазины старых грамм-пластинок. Как вы посмотрите, ряды, 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 ряды. И я просто в шоке от того, насколько я это не дослушал, не досмотрел. Я хотел это увидеть. И только сейчас я смог это близко вот так увидеть и пощупать. Я сейчас покажу. Сначала просто пройдемся по одному из рядов. Рядов, извините. Посмотрите, какой огромный-огромный объем. Рядолевой. Дорс. Дорс. Джон Леннон, Дэвид Боуи. Ну, Бонни М это слушали, слушали Бонни М. Боб Марли. Ребята, я не могу даже вам все это рассказать, потому что здесь даже вот по различным вообще видам музыки все это разложено. Саундтракс для фильмов. Даже к Матриксу есть саундтрак. А вот даже интересно, Джон Уик это совсем последний фильм и уже саундтрак даже можно на этом купить, на такой пластинке. Вау. Доктор Живаго. Это второй ряд. Бесконечный такой. Здесь же можно купить постеры. Я смотрю, не только здесь можно еще и купить постеры для фильмов различных. Это пластинки опять. Я спросил продавца. Он сказал, вот это стоит 1000 долларов. Я не слышал никогда эту группу. Вот это стоит 700 долларов. Я никогда не слышал эти группы. Это самые-самые такие дорогие у них коллекции. Вот такой абсолютно уникальный магазин, который находится посреди абсолютно сельского городишка Орилья, где проживает только 32 тысячи жителей. Сейчас находимся в центре города. Вау. А что это такое? Это между двумя домами. Это старая-старая-старая кладка и это тоже старая кладка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть квартир тут. Прямо какая-то коммунальная квартира. Хотя это не коммунальная. Если мы сейчас выйдем отсюда опять. Это интересно, кстати. Но я хочу сказать очень чисто между домами здесь. Если посмотреть. Да, действительно. Это получается на первом здесь два магазина. А здесь вот они шесть квартир как раз. Но очень старая. Очень старая. Потому что окна открываются вот так снизу, вот так вверх. Вот так идешь, 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 идешь и бах. Провалился. Обалденный кофе девчата вот здесь делают. Сейчас мы зайдем и они разрешили нам снять это на видео. Кофе просто классное. Пойдем. Дубль эспрессо с дубль кримом. О, но знаешь что? Дождь. Сегодня я хочу на этом. Да, конечно. Спасибо. Слава богу, что отменили ковид. Сейчас можно сделать вот такой хороший. Не бумажный. Окей, твоей любимой блюбери конь. Аташ, ты хочешь блюбери конь, да? Окей, два блюбери конь. И это все. Я. О, я не заплатил. Я что хочу сказать. Значит, вот этот кофейник содержит девчата, им лет по двадцать, наверное. Вот. Очень классно они делают кофе, очень прям классно. Очень хорошо. Здесь картины у них висят. Сейчас мы покажем картину. Нажми на стол. О, окей, окей, окей. Так, местная выпечка. Они все это выпекают, кстати, сами. Все это они делают сами здесь. Вот это вот, это как называется блюбери? По-русски я забыл. Это называется голубика. Голубика, это вот местная голубика. Потом, ну, я не люблю вот эти все эти пиццы всякое, всякая ерунда, вся эта эта эта. Вот. Но что мне нравится, мы, если мы так сейчас быстро переведем, чтобы народ не видно было. Здесь картины есть. Картины местных художников. Вот они как раз, местных художников. Наконец-то я распробовал вот этот вот кон. Он называется кон. Блюбери. Блюбери, это голубика, это вообще-то северная ягода. Вот. Ну, они обалденно, конечно, делают. Это вот прям местно. Они, наверное, где-то, поле где-то рядом они сорвали, все это засунули. И, наконец, наконец, я выпил свой любимый кофе вот в такой чашечке. Не старбак, вот эта деревяшка вот эта. Но они делают просто потрясающе. Это в 10 раз больше, лучше, чем вкус, чем старбак. Я не могу понять, как они это делают. Просто это просто классно. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Дайте мне насладиться. Не отвлекайте тебя. Заканчивается наше путешествие на этом потрясающем кофе. Идем паковать чемоданы и едем домой. Но обязательно, обязательно сюда приедем. Обязательно. Спасибо, что были со мной. До следующих встреч. И, как сказал Великий Чехов, берегите в себе человека.